Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского Государственного Университета. Урбан. Программа о городских проектах. Вот до непосредственно городских проектов мы добрались. Владимир Сметанин, Светлана Заньков в студии. Добрый день, приветствуем вас и сразу же представляем наших гостей. У нас в студии по-прежнему Анатолий Курбатов. И с первого часа наш гость, координатор движения «Красивый Киров». Добрый день еще раз. Анастасия Скорихина, руководитель Кировского отделения движения «Эко». Добрый день. И Николай Бурков, член общественной палаты Кировской области, профессор Вятской сельскохозяйственной академии. Добрый день. Значит, мы поговорить будем с вами о гражданском форуме, который пройдет в Кире 24-26 числа. И даже не обо всем форуме, а о конкретной секции. О конкретной секции по экологии. И сейчас, внимание, секция будет в пятницу в 13.30 в главном корпусе ВятГУ. Я даже сейчас чуть позже назову кабинет, в котором она будет. Я прямо сейчас могу назвать 313-й. 313-й. Но напоминаем, что нужно зарегистрироваться на сайте общественной палаты, чтобы поучаствовать в форуме. Но я думаю, что если люди придут, то их никто, конечно, не пропустит. Подожди, на сайте общественной палаты или на сайте форума? На сайте общественной палаты есть баннер форума. Легко его там найти. Перейти и зарегистрироваться, если вы хотите выступить. Если вы будете принимать участие просто в обсуждении, то можно и не регистрироваться, я думаю. Потому что я вот не зарегистрировала, хотя и модерирую эту секцию вместе с Толей. На самом деле, в пятницу. Давайте еще разочек. Да, Витя Анатолий? Теперь да. Давайте еще разочек. Пятница, 25 число, 13.30. 313-я аудитория главного корпуса ВИАДГУ называется «Секция взаимодействия власти и общества в решении экологических проблем в городе Кирове». Модератор указан здесь. Светлана Занько. Да, но у нас будет двое. Точно мне нужен помощник, конечно. Я думаю, что у нас будет больше, потому что Николай Аркадьевич тоже меня не оставит без помощи. Правда? Ну да, конечно. Николай Аркадьевич, давайте начнем с вас. Потому что, несмотря на то, что у вас накопился скепсис за все эти годы, когда вы пытаетесь достучаться до власти по вопросам экологии, все-таки крылья-то еще не сложились, да? И вопросы решать готовы и обсуждать их. Ну, вообще, конечно, определенный скепсис есть. И не только у меня, потому что ведь вы же знаете, что довольно большое количество у нас акций было, особенно по тематике зеленых насаждений, снежных свалок и так далее. И, к сожалению, реакция властей не всегда адекватная. То есть, следует обещание, отписки, в результате ничего не делается. И вот это, конечно, не очень здорово, потому что как раз вот это является потенциалом для накапливания скепсиса. Но в то же время, если мы, общественность, наша палата будет замалчивать эти проблемы, то это тоже неправильно. И поэтому нет, будем бороться. Какие основные проблемы в городе вы видите сейчас в экологии? Вы знаете, проблем в городе по экологии достаточно много накопилось. И это обусловлено и общим отношением. Вообще, вот я давно в экологии работаю. И должен вам сказать, что вот 90-е годы, я их называю периодом экологического ренессанса, это действительно время, когда все, и власть, и население обращало на это внимание. Потом пошли другие проблемы, и экологические вопросы как-то сошли на второй план. В некоторых позициях на нет. И в то же время мы видим сейчас, что население все-таки желает жить в благоприятной окружающей среде. И свидетельством тому, вот смотрите, вчера был вообще... Всероссийский народный форум. Да, 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 вот форум, да. Итоговый форум действий. И там я посмотрел, процентов 50 вопросов это экологические вопросы. То же самое и в городе Кирове. Ну, традиционно перечисляют проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха. Проблема биохима. Да, в том числе, когда мы говорим о проблеме атмосферного воздуха, там вообще есть два пункта. Один пункт это проблема биохима, и я считаю, это основной пункт. И второй пункт это проблема транспорта. Ну, проблема транспорта, она меньше зависит от регулирующей возможности местных властей. Но что касается проблемы промышленного предприятия, который, значит, постоянно загрязняет воздух, и там мы жалобы слышим традиционно, то это, я думаю, что проблема местных властей, в первую очередь, которые обязаны свое регулирующее влияние, значит, оказывать. Итак, напоминаю, 25-го числа в пятницу в 13.30 состоится секция по экологии в рамках гражданского форума в главном здании ВИАТГУ на театральной площади. Вход свободный, свободный. Да, вход свободный, и мы будем обсуждать там экологические проблемы и экологические проекты. Я надеюсь, что придет администрация, по крайней мере, вот последние заявления, которые на сайте прозвучали, и новости, что будет подписан договор, и будут рамочные соглашения, мы о нем еще сегодня поговорим, вселяет надежду, что кто-то из администрации будет. Не дай бог, еще, может быть, сам мэр даже будет. И хотелось бы, чтобы пришли, конечно, представители правительства областного. Областной области. Да, потому что Кочетков Максим Николаевич, кстати говоря, активно принял участие в заседаниях общественной палаты, первый, наверное, из правительства, который там побывал и слышал все, на что жаловались граждане в тот момент. И, в принципе, и на оперативном штабе на прошлой неделе он тоже экологические проблемы города поднимал и выслушивал доклад городских властей и представителей общественной палаты о проблемах, не обо всех, но хотя бы там экологических проектов. Больше того, Светлана, я услышал такие слова, которые я вообще не ожидал. То есть областное правительство рассматривает вопрос вот по свалке, по полигону твердых бытовых отходов в Слободском районе, рассматривает вопрос о переносе. Ну, это вообще прецедент. Это очень смелое заявление. В данном срочном распоряжении найти другую площадку, такая вот риторика, да? Ну, это, на мой взгляд, это просто невероятно, потому что в пределах городской черты и вот в этом, в зеленой зоне города Кирова, ограниченной, значит, Кирово-Чапецким, там, Слободским и городом Кировом, тут же плюнуть, грубо говоря, негде. И поэтому то место, которое сейчас в настоящее время рассматривается, найти ему альтернативу будет крайне тяжело. Я, насколько понимаю, там дано распоряжение все-таки докопать все документы по осенцам, все нарушения, выяснить, почему они произошли там в заключениях, и предложить альтернативные места, то есть и то, и другое рассматривается. На бумаге там ведь зафиксированы и другие места, которые в ходе поиска. Мы хотим обозначить просто тренд сейчас перед слушателями, что власти обратили внимание, по крайней мере, правительство области обратило внимание на то, что, на заявление общественности, по крайней мере, я надеюсь, что не делают вид, а на самом деле интересуются. Поэтому, Светлана, есть шанс, что граждан, которые придут на наш форум, на нашу секцию, тоже могут услышать. Да, у нас есть голосование на сайте эхокирова.ру, в нашей группе ВКонтакте. Это голосование касается проекта 30 скверов, который вроде бы как должен реализоваться в следующем году, вроде бы как, потому что пока точно город не подпишет все бумажки, мы не можем ничего сказать. И даже когда подпишем, тоже сложно, но многое будет зависеть от нас. Так вот, мы сейчас к вам обращаемся, граждане, если будет реализован в следующем году проект 30 скверов, где вы можете поучаствовать своими силами, руками, лопатами, мозгами в проектировании скверов, вы готовы благоустроить сквер в Кирове в следующем году или нет? Зайдите, проголосуйте. Можете сейчас уже это делать. Кстати, благоустройство, тот самый термин, который имеется в виду, или обустройство, то есть создание с нуля, я имею в виду. Обустройство или благоустройство, я не знаю, будет зависеть от точек, которые выберут сами люди. Но давайте мы все-таки про этот проект поговорим после короткого перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Урбан. Программа о городских проектах. 211-101, номер телефона прямого эфира. Кстати, можете звонить слушателю и говорить, какие проблемы экологические вы видите в нашем городе. И какие бы вы хотели лично реализовать проекты в этом городе в следующем году. Напоминаем, год экологии в стране, 2017. Итак, какие экологические проблемы в нашем городе вы видите? И в каких проектах экологических вы готовы были бы поучаствовать? Может, вы сами что-то предложите? 211-101. Я обещала рассказать о проекте 30 скверов, но мы уже здесь это делали на прошлой неделе. Да, мы делали это на прошлой неделе. Проект родился в недрах рабочей группы, которая собиралась где-то с весны прошлого года. И где обсуждались различные моменты по экологии города, по благоустройству города. И там не решались какие-то глобальные задачи, обсуждались какие-то там... То есть это такая позиция решения малых вопросов, да, какими-то маленькими практическими делами. Все-таки город преображать, чтобы жить становилось лучше. И среди них был проект 30 скверов. Это занять 30 точек в городе, которые сейчас являются пустырями и которые могут быть законно переведены в зеленые зоны и благоустроить их силами города, спонсоров и горожан. Вроде бы городу это в итоге понравилось. И даже как будто бы на нашей секции в пятницу в 13.30 будет заключено рамочное соглашение между общественной палатой и городом. Тот проект, который я сейчас вижу, он мне пока ничего не говорит. Потому что там нет непривилегированного решения вопросов по этому проекту, никаких-то ответственных лиц и времени. Но он дорабатывается. И даже нам как будто бы обещали мэра по этому вопросу. Потому что вот уже на сайте городской администрации мы видим, что проект 30 скверов город анонсирует. Но как бы уже сказал, а, будет как бы стыдно не сказать, сказать нет. Напоминаю, что представлено было 138 городских территорий, которые можно превратить в зеленые. И вот красивый Киров, наши партнеры, обработали эти территории. Интерактивная карта у нас уже есть. И мы сделаем голосование на сайте общественной палаты. Может быть, на каком-то другом сайте. Решим и объявим на следующую неделю, уже сразу после форума, даже в пятницу. Где вы сможете голосовать в течение декабря и половины января за эти скверы. Выбирать эти точки, где будут благоустроенные, симпатичные зеленые пространства в городе. Это здорово, мне кажется. А поясни, пожалуйста, почему три десятка? Ему это поясняли. Я сначала говорила вообще 70. Кто-то говорил 50. Кто-то говорил, как Николай Аркадьевич за эфиром. Да ни одного не появится. Понимаешь? Ну, как бы трудно определить. 70 много, 30 в самый раз. 20 как-то маловато на такой большой город. Я уже об этом говорила кому-то в комментариях. И красиво звучит, мне кажется, 30 сферов. Володь, нет там никакой серьезной экономической беззывы. Символизма нет никакого. Символизм был бы, если бы 80 или сколько. Ну, это число очень удачно совпало с количеством депутатов в городской думе. О, да. Толь скажи. Ну, так ты по регламенту 36, конечно. 34. 34? Нет, действующих я имею в виду. 34-33. То есть там одно место вакантное. Вот. У каждого депутата есть территория, на которой он закреплен. И есть, по-моему, 700 тысяч рублей на наказ. Это избирательная. На наказ, да. Я думаю, часть этих денег можно как раз потратить на благосостояние районов. И как раз на будущий год выборы. И показать делом, а не словами, что что-то он сделал. А такая история была. Вот ты рассказывал, да? Ты ее вынес. Да, я почему так подумал про это. Потому что в Пушкино, это город Подмосковье, реализован как раз силами данного депутата. Он запустил, можно погуглить, сквер в треугольнике Пушкино. И там такой формат, что был кусок улицы, пустырь. И у него были перевыборы. И он накануне за год примерно подумал, что надо сделать этот сквер, что-то более-менее такое уже конкретное. И сформировал конкурс открытый. На него заявилось 38 работ. Ну, это как бы архитектное бюро. Там простых архитекторов, проектов чаровщиков. С шести стран это все было абсолютно бесплатно. Все эти работы были предложены. Была создана комиссия, 14 человек, которые принимали это все. Все эти работы они оформили в электронном виде. Выложили на сайт. Сайт специально создали. Да, хороший сайт я учусь как разношу. Также все эти работы они распечатались. Провели фотовыставку в этом сквере. Где были... Потом она переехала... То есть она была однодневно в сквере на выходных. Потом она переехала в бюллетеку, которая была рядом. И население все ходило, выбирало. В итоге они проголосовали за один проект, который сейчас реализуется. Мы можем сделать так же. В процессе обсуждения появились там спонсоры, Додо Пицца, еще какой-то банк, который там рядом, имеет отделение. Вот вопрос, который задавали нам слушатели тоже. За чей счет банкет? Учитывая, что у нас бюджета нет практически, мы как раз поясняли, что, друзья, в тот момент, когда денег нет совсем, конечно, банкет за общий счет. То есть мы скинемся, что называется. Кто-то своими руками, кто-то своими мозгами, кто-то своими деньгами. И надо сказать вот что. Очень часто, кстати, у нас на общественной палате поднимался этот вопрос, что надо работать с городскими предприятиями, с бизнесом, с промышленными предприятиями. Кто-то вспоминал советские времена, когда город был вообще побит на зоны, и предприятия патронировали эти зоны и ухаживали. И когда мы призывали, а какие проекты есть у города с предприятиями, то предприятия говорят, мы же сделали там клумбы. Это, кстати, здорово. Город преобразился, да? Но а почему дальше-то не пойти? И мы, когда стали обсуждать этот вопрос с нашими гостями здесь, в студии нашей радиостанции, приходила компания Т-плюс. Они уже присмотрели из этого списка себе сквер, где живут, там сконцентрировано живут их сотрудники. Приходил «Газпром» газораспределение. Вам интересно? Да, нам интересно вообще, как здорово мы поучаствуем. То есть я думаю, что... «Газпром» не трогайте, он парку Дворца Пионеров помогает. А я думаю, что «Газпрома» хватит на всех. Ты какой имеешь в виду у нас? Там разные ответвления. Хорошо, мы договоримся, никто же не против. Если парк у Дворца Пионеров в следующем году преобразится еще больше, благодаря тому, что мы там распорим этот вопрос. Я не знаю, там вопросы спорные. Они сейчас, я на прошлой неделе встречался с Торховым. По правилу управления по Ленинскому району. Да, там пока еще и по елке воюем, и по катку воюем. Я думаю, все будет хорошо. Вот, да, то есть промышленные предприятия готовы. Мы готовы проводить с ними переговоры. Мы даже не просим город проводить переговоры. Мы сами можем говорить с людьми. Второе. У города есть все-таки какие-то средства на закупку саженцев. И город в лице Вячеслава Николаевича Симакова сказал, что предоставит саженцы. И можно будет, кстати, тоже спросить у наших горожанок, какие деревья они видят. Потому что вот кто-то, там сквер, который мы будем с соседями благоустраивать, мы надеемся, что он там победит в голосовании. Там утрости, каштан и сирень. Вот, мне кажется, все очень красиво. Можно я спросил, наконец-то, у специалистов, где берутся эти саженцы, которые потом... Это, наверное, к Николаю Аркадьевичу. Николай Аркадьевич, вы знаете, какой-то питомник у нас еще, откуда они приводятся? Нет, ну вот вы знаете, вот по нормам для нашего города питомник должен быть порядка 70-80 гектаров. Никакого питомника нет. Вот, поэтому, ну, с тех пор, когда Зеленстрой, значит, приказал долго жить, и питомника нет. Поэтому берут, где берут, покупают и так далее. Я не знаю, где берут. Но я хотел обратить внимание следующее, о чем говорил вот до эфира. Что все это хорошо и правильно, и там инициатива и прочее. Но в обязательном порядке, вот как было сказано, должна быть организация. То есть, кто что делает. И обязательно должна быть руководящая и направляющая роль местной администрации, которая в русле генерального плана должна быть как-то и эти места, не как попала, а очень четко, чтобы это потом в будущий генплан попало. Что это было развитие. И не просто любые деревья, какие пожелаем, а газоустойчивые. Действительно, наши природные климатические зоны и так далее. То есть, вопрос должен быть поставлен, ну, хотя бы на полупрофессиональную основу. Николай Аркадьевич, а до этого момента вы наблюдали такую профессиональную работу по озеленению города? У нас наблюдали? Я-то да. Я-то еще засталки времена. А, нет, это когда-то было. Да-да. А последние десятилетия это было? И я вам скажу, что деревья и обмывали, и там... Николай Аркадьевич, не-не-не. Нет, последние десятилетия. Нет. Так вот у нас тема гражданского форума в Кирове, гражданский контроль, Николай Аркадьевич. И мы с вами, как члены общественной палаты... Это знание. Кстати, Анатолий, по посаженцам, ужасная история по улице Попова. Это чтобы наши слушатели дать им понять, да, что у нас происходит. Ну, да, у нас по осени в этом году высадили деревья, по-моему. Город? Да, то ли липа, то ли что-то типа такого. Вот я вчера проходил, там проехала машина, которая загребала снег, и все... То есть вдоль проезжей части, да, они были высажены? Да, и все сажаются, и их не стало. Ну, вот так. Вот по поводу питомника. Мы в том году кедры, когда покупали, мы нашли питомник за посеговым. Ну, гитаров, наверное, там под 40. Он частный? Частный, да. То есть там все виды деревьев высаживаются для... Да, что? То есть там есть... Ну, после этого я контакт уже давал многим. Вот там у Джеки Брауна состоят туи, купленная там. Еще знаю, там несколько примеров, которые мы подправляли. То есть есть где брать. Он не один. И не один. Потому что мы когда искали, мы приценились, там цены на кедры были от 30 тысяч до... Ну, в итоге мы купили за полторы. Вот, ну, то есть... Да, есть конкуренция. Да, есть конкуренция, и можно договориться. То есть, слава богу, питомники есть, есть проекты. Нашелся. И напоминаем, что, кстати говоря, мы подключили лесотехнический колледж, который, между прочим, на сельхозакадемию еще кивал, что совместно с сельхозакадемией будут помогать с проектами этих скверов. Николай Аркадьевич, непосредственно ваша отчина. Нет, у нас есть в городе биологии. Да, и, собственно говоря, 13.30 в пятницу на экологической сессии должен быть документ между общественной палатой и городом, который реализует проект 30 скверов в следующем году в нашем городе. Все заинтересованные, пожалуйста, приходите, обсуждайте. Вот свои идеи выдвигайте. Николай Аркадьевич вот тут свое рассказывает, кто-то еще свое, кто-то еще что-то скажет. Все это будет услышано, записано, и дай бог мы это все реализуем. Кстати, карта уже доступна в интернете? Да? Давайте слушателям поясним, где можно посмотреть. Она доступна, но я видел только, она выложена была на портале. Мы ее еще не вывесили. Два раза я сегодня сказала, Володя, на сайте общественной палаты мы ее вывесим, голосование или на Красивом Кирове. Я видел ее в новости Стасовой Кировский, где был ваш комментарий. В новостях-то да, но там голосования нет. А карту можно посмотреть на портале Стасовой Кировский. А им тоже, кстати, выкладывали у нас на их. Поэтому можно посмотреть. И в течение этой недели, я думаю, что мы решим, в какой форме, где и как лучше это выложить, чтобы максимально обеспечить голосование. Но это не единственный вопрос, который мы будем обсуждать по озеленению. Я думаю, что не только 30 скверов обсудим на сессии нашей, но и вообще по озеленению города. Кстати, вот вы знаете, что и по воздуху возникал вопрос, в частности у торговой палаты, у торгово-промышленной, правильно, они... И по очистным сооружениям на предприятиях. Я знаю, что там будет выступать директор маргаринового завода, господин Савиных, который будет рассказывать о своем опыте строительства очистных сооружений. Ну и удачным. Она и есть, оказывается, у нас в городе. Вот. И Марата Шерыч Фрэнкель выразил надежду, что власти, которые придут, они поймут, что есть вот такие ответственный бизнес. И можно с бизнесом разговаривать и требовать, чтобы очистные сооружения строили эти предприятия. Но еще одна инициатива, которая будет там озвучена и которая требует обсуждения, это инициатива по раздельному сбору мусора, о которой мы тоже говорили в рамках рабочей группы. Мы встречались и говорили об этом на площадке общественной палаты. Вот Настя Скурихина, руководитель Кировского отделения движения ЭКО, об этом может рассказать. Да. Всем день добрый. Хочу сказать просто, что мы, являясь общественной организацией, считаем, что жителями, отдельно взятыми людьми, можно изменить ситуацию экологическую в области вообще, ну, в целом. Вот я поддерживаю. Что касается изменения. Может быть, не сразу, не глобально, но можно менять. То есть это, если говорить экономическими терминами, так как я экономист по первому образованию, то это инвестиционная такая программа, которая долгоиграющая. И, например, если говорить о том же самом полигоне в Осенцах, то, конечно, сейчас нужно искать альтернативу, потому что мусор, извините, каждый день образуется. А вот если говорить, чтобы количество его уменьшалось в перспективе, то нужно людей приучать к раздельному сбору, это однозначно. И хотелось бы сказать, что вот мы конкретно занимаемся этим вопросом в рамках своей общественной деятельности. Пусть это немного, пусть там мы с января собрали всего 8 тысяч кубометров вторсырья, отправили в переработку в рамках там всех отходов области, это очень мало, маленький процент. Но, тем не менее, хочу сказать, что люди, когда с ними работать и объяснять, что вот это треугольничек, единичка нужно класть вот сюда, а это вот сюда, они очень на это отзываются, готовы у себя дома мыть, складывать отдельно, а потом приносить в конкретное место на какую-то конкретную акцию. А вот готовы ли? 211-101, у нас есть еще 15 минут, позвоните и скажите, готовы ли вы к раздельному сбору мусора? И, например, как вы его себе представляете? Пока у нас минута есть до перерыва, я, например, себе помню прекрасно, что в моем детстве был раздельный сбор мусора, у нас во дворе стояли бачки для пищевых отходов, а у нас приезжала раз в неделю машина, куда можно было макулатуру сдать, это было такое, у нас приезжал раз в неделю цыган на телеге, куда можно было сдать бутылки, а еще их можно было сдать в любом продуктовом магазине, и дети с этим с удовольствием пользовались, зарабатывая карманные деньги, и у нас были отдельные баки для такого общего какого-то бытового мусора. В Советском Союзе много лет назад он был... Населенный пункт, как называется? Кустанай. Кустанай. Да, СССР. Кустанай страдает СССР. А что, не было, что ли, в Кирове такого? Я не припомню. Ну ты не припомнишь, что еще не родился тогда. Конечно было, и я должен вам сказать, что вот эти, в общем-то, внешне незатейливые способы, они очень помогали. И все нормально к ним совершенно относились. Это, конечно, было очень ограниченное количество отходов, но, тем не менее, общая нагрузка на окружающую среду за счет этого серьезно снижалась. Но я очень четко помню, как это происходило. Мы сейчас, конечно, должны выходить на новый уровень. На Западе ведь такие методы очень здорово используются. В частности, вот эта возвратная тара, там и аккумуляторы, и очень многие токсичные... Это история с батарейками, о которых Аня тоже много говорит, и которые тоже будут посвящены акции в следующем году. Но вот ее нужно будет, Тань, все равно выдвигать, я считаю... Анастасия. Анастасия. Про Лапшину подумала, про нашего сейчас продюсера. Ладно, Настя. Все-таки надо будет, наверное, обсуждать и выдвигать какие-то требования через депутатов, чтобы это было как на Западе. Когда ты приходишь в магазин, у тебя касса, ты на кассе покупаешь новые батарейки, сдаешь старые, получаешь скидку. Конечно, мы вполне можем в региональное законодательство такое вести. Естественно, да. Конечно. Нам пора прерваться на небольшую рекламу и скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Урбан. Программа о городских проектах. Гражданский форум Кировской области 2016 стартует завтра в нашем городе. Мы говорим об одной из секций. С 13.30 она будет работать в аудитории номер 313 главного корпуса Вятского госуниверситета. Да, все верно? С 13.30? Да, с 13.30. Адрес? Адрес это корпус? Московская 36. Московская 36. Это театральная площадь, главный корпус Вятского госуниверситета. Пожалуйста, приходите и обсуждайте вместе с нами вопросы по экологии, которые касаются города Кирова. Напоминаю, что мы ожидаем городские власти, мы ожидаем депутатов, правительства, активистов, членов общественной палаты, просто горожан для того, чтобы посудить эти вопросы. Но продолжаем про раздельный сбор мусора. Настя, как ты видишь реализацию ваших идей в следующем году? И какая помощь в этом нужна, чтобы масштабы все-таки были ощутимыми? Однозначно нужно, чтобы подключились наши чиновники. Я даже могу привести пример. Например, Ярославская область, город Рыбинск, это маленький городок в области, где чиновник отдельно взятым собственными личными усилиями внедрил систему раздельного сбора во всем своем Рыбинском районе. При этом не дожидаясь никаких там федеральных законодательств, никаких региональных законодательств в районе вообще области. Его зовут Конов Владимир Валентинович, можно погуглить, что называется, посмотреть все, прочитать про него. Вся его история успеха заключается в том, что он работал с населением точно так же, со своими коллегами, разработал методику раздельного сбора для глав поселений, переговорил с ними, убедил в необходимости разделять. Ну и еще также разработал, так скажем, систему поощрения рублем для частных домовладельцев. Они продавали администрации мешки для вывоза мусора, куда складывали, естественно, жители мусор и вывозили за определенную денежку. И отдельно давали бесплатные мешки для всего остального вторсыря, который подлежит переработке, и они забирали это бесплатно. И называется, как в Западе, вот, ну на Западе такая система. Если ты хочешь меньше платить за количество мешков общего мусора, то ты складываешь в отдельный пакет, который вывозится бесплатно этой компанией, ну в смысле ЖКХ этого района. И прекрасным образом внедрили в Рыбинске, в маленьком городке, про Киров, я вообще, то есть, ну, у нас больше возможностей, так скажем, для этого. Вот, он работал со СМИ, работал с печатными, ну, со всеми СМИ, в общем-то. То есть, пропаганда. Да, да, пропаганда. То есть, вот, в принципе, сам говорится и в статье на сайте, что нужно только желание управленца и информационно работать с населением, в принципе, этого достаточно. Поэтому, а если учитывать, что у нас есть общественность, ну, то есть, да, там, 500 практически активистов, которые уже сортируют, уже там своими руками приносят, моют, готовы на любую акцию бежать и что-то делать, то городадминистрация, подключаясь к этому, ну, то есть, помогая ресурсами информационными хотя бы в первую очередь, то можно увеличить в разы, даже не дожидаясь каких-то коммерческих, там, серьезных структур. Хотя, конечно, он нашел коммерческую структуру, которая, можно сказать, ну, на себя социальную нагрузку, так скажем, взяла, не очень-то в большой плюс сначала это было, но потом это все вышло в плюс, когда уже люди привыкли это делать. И я хочу отметить, что вот территориальная схема, опубликованная у нас на сайте, да, правительство, обращение с отходами, говорит о том, что, ну, про раздельный сбор, в общем-то, пока мало кто говорит там. То есть, там речь идет о том, что будут сортировочные заводы когда-то, но надо понимать, что 10-15% всего выхода торсерия с таких заводов, а если система раздельного сбора внедрена, то 60-70, то есть, это совершенно разные цифры. — Ну, я думаю, что как раз на гражданском форуме будет много информации, потому что совсем недавно состоялся выезд на свалку в Костино, тоже, кстати, инициированный общественной палатой и советом. — Которая через несколько дней должна быть вроде как закрытой. — Нет, она, конечно, не закроется, да, она должна, но как бы, и вот туда желающие выезжали, желающие выезжали и наблюдали, как там сортировка, кем производится и прочее. — Кстати говоря, Николай Аркадьевич, несмотря на то, что разочаровываемся мы все регулярно, все-таки действительно люди руки не складывают, и количество активных людей, мне кажется, увеличивается все-таки в нашем городе. — Вот судя по тому, что там на красивом Кирове люди обсуждают, и как голосуют, когда у нас тут Урбан идет, и перепощивают наши голосовалки. — Каждый раз 400, 500, 800 человек, если пару-тройку дней только голосуют, то есть они принимают уже участие, задумываются над этим. И несмотря на то, что сейчас на сайте хакеров.ру участвовать в благоустройстве новых скверов, только 42% готовы, но мне кажется, только это уже очень много, это очень серьезно. — И вот здесь абсолютно Настя права. Информационная политика властей и поддержка СМИ этих проектов очень важна, потому что нужно разъяснить, где, когда, как, зачем, почему. — Ну, что вот Оля рассказала, в Москве высаживаются деревья, на каждом дереве табличка. — Да, просто посажены за счет платных парковок. — Платных парковок. — А вот это вот то, о чем говорит Николай Аркадьевич, последовательность действий, профессиональный подход, да? — Ну да, когда вот мне говорят о том, что там 40-50% уменьшения будет на это количество, я всегда прикизываю. Я точно знаю, что в составе твердых бытовых отходов порядка 70% — это пищевые отходы плюс бумага, это намного больше. — То, что можно перерабатывать. — Но основную-то проблему с точки зрения токсичного загрязнения окружающей среды не эти отходы представляют, которые, в общем-то, биоразлагаются в окружающей среде, а как раз те, которые не разлагаются, которые определенный класс опасности имеют и так далее. — Батарейки, пластик. — Поэтому мы системно должны подходить. И когда вы говорите, давайте делить, надо, конечно, делить. Это значительно может уменьшить объем отходов, но надо свет в конце тоннеля видеть, надо иметь емкости промышленные по переработке этих отходов. То есть собраться берут, а дальше что? Дальше, значит, надо или как-то по логистике отправлять куда-то, или у самих иметь. Поэтому это вопрос достаточно серьезный. — Где у вас батарейки в Челебинской области перерабатывают? Единственный завод в России. — Да, и еще вопрос, касающийся отходов, то, о чем Светлана намекнула во втором периоде нашей передачи, это твердые промышленные отходы, в частности отходы, которые образуются в результате мойки автотранспорта. Да, вот как раз маргариновый завод с этим и выходит. То есть, как мне, вот со слуха они говорили, у нас в Кирове имеется порядка 200 таких моек. А куда девается все это дело? Куда деваются жидкие отходы? — Автомойки. — Куда деваются твердые, загрязненные? — Они сливаются в общую канализацию. — Вот именно. У нас была одна автомойка в городе Кирове, которая была замкнута циклом, то есть они очищали воду, и второй раз, и как бы это, ну, там, после недавнего политических событий, курс пока поднялся, у них были химреагенты из Германии, оказалось невыгодно, иначе тоже сливать. — Вот регулярно, на самом деле, буквально на прошлой неделе как раз красиво Киров пересылал фото там с автомойки, которая прямо на берегу находится реки Вятки, вот здесь вот, да, которую когда-то нам описывали как будущую набережную, там построили автомойку, по которой шумели, говорили, как так, в природоохранной зоне, в водоохранной зоне и так далее. — Это рядом с бизнес-центром? — Нет, это бизнес-центр, да. — И там вот прямо хорошо очень видно, особенно на фоне снега и льда, как снивается вода с пеной прямо вот в реку. — А я буквально недавно там был, там два или три бокса. — Вы, кстати, вспоминая реки, Константин Кропанев будет делать доклад по очистке малых рек города Кирова и перспективы развития зон вокруг этих рек. Мы уже поднимали этот вопрос в рамках программы «Урбан», здесь у нас обсуждали также на общественной палате этот вопрос. Там как раз это проект долгоиграющий, у меня несколько, может, десятков лет, но он будет затрагивать и стоки, если им будут заниматься, да, и рекреационные зоны, которые могли бы развиваться, и там серьезные парковые какие-то проекты. Но мне кажется, что на все должна быть воля человека, Николай Аркадьевич, и не только человека, который управляет городом или областью, но и каждого из нас. — И у нас есть прекрасный пример у соседей в Татарстане, которые в этом году 110 набережных просто приели в порядок, и там сейчас все как на картинке. — Да, а есть у них еще проект парки Татарстана? — Ну да, это отдельный проект, но именно в 2016 году они 110 набережных, не только там в Казани. — А вот ты спрашивала, почему 30? Потому что, когда мы говорили, сколько-нибудь скверов, это значит, либо один, либо нисколько. Всегда нужно ставить какую-то цель исчисляемую, да, и чтобы ее достигать. Поэтому, ну, я надеюсь, что уже никто на попятны, конечно, не поет. А уж как мы с этим справимся, я вам хочу сказать, ну, справимся так, настолько, насколько будем мы в желании, и насколько мы сами профессионально в этом смысле. Потому что, что касается информационной поддержки, то мы вот гарантируем, что мы, конечно, всю схему распишем и все сообщим, как в этом поучаствовать со своей стороны, мы как СМИ. Что касается еще раз, там, дизайн проектов, оценки деревьев и посадочного материала, мне кажется, и земли, то сельхозакадемия и лесотехнический колледж проконтролируют соответствующие структуры. Уж не знаю, что там сейчас вместо зеленстроя, каждый раз забываю. — У нас создана в этом году, напомню, дирекция зеленого хозяйства. — Дирекция зеленого хозяйства, молчаливая всегда в эфире. — Почему я так говорю? Потому что два раза приходили, ни слова не проронили за час в эфире. — Деревья же молчат. Безмолванные. — Люди, которые будут участвовать, активисты, ТОСы, ТСЖ, предприятия, пожалуйста, каждый будет иметь возможность поучаствовать и высказаться. Пожалуйста, приходите на сессию экологическую в 13.30 в пятницу в главный корпус ВЯТГУ, Московская, 36, номер кабинета. — 313. — 313. — Вход свободный. — Вход свободный, да. Всех нас тут сегодня рассуждающих на эти темы вы увидите. Немножко удивляет меня, что никто не звонит и не говорит про экологию. Может быть, нас так активно слушают. Но мы посмотрим, что произойдет на секции. Хотелось бы, чтобы все удалось. И скептическое отношение наших спикеров, которые в первом часе были, развеяли хотя бы своей работой. Давайте хотя бы за этот кусочек посражаемся. Мне кажется, что перспективы в этом отношении есть. Спасибо участникам нашего второго часа. — Спасибо, завершаем мы. Завершаем. Николай Борков, Анатолий Курбатов, Анастасия Скурихина. Наши гости. — А что у нас, кстати, извини. — На странице ВКонтакте. ВКонтакте ты знаешь побольше, чем на сайте kirova.ru. Готовы участвовать в благоустройстве новых скверов в нашем городе 56% проголосовавших пару сотен человек. — 50% уже на сайте, 50%. Ну, дай бог. 50% слушателей, даже не всех пускай жителей, это уже очень круто. Спасибо. — Спасибо. Всего доброго. — Владимир Сметанин, Светлана Занькова. До свидания. Урбан. Программа о городских проектах. До свидания. Урбан. До свидания. До свидания.